Доброе утро. Доброе утро. Детвора проснулась, оставляю их дома и ухожу. Иду сдавать анализы. А кстати, сейчас свою бумажечку надо взять, которую я написала. Я сдаю очень много анализов, где-то на тысячи три гривен. И потому вызывать сейчас еще бригаду, платить еще три тысячи гривен, но это просто уже абсурд. Я постараюсь ни с кем не пересекаться, аккуратненько пройти, одеть там две маски и перчатки. Я позвонила в лабораторию, я сказала какая-то ситуация. Я говорю, я могу к вам прийти? Да, можете прийти. Мы, говорит, почти все уже переболели. Ну, это их тоже зона ответственности. Лабораторию, да. Это их риски. Так что пойду, поздаю все анализы необходимые, дальше будет видно. Заодно я сделаю то, что людям, которые болеют коронавирусом, делать тоже сложно. Выкину мусор. Пустые улицы, как же хорошо. И такая осень. Осень-осень. Замечательно свежий воздух. Идти пешком просто туда так, нормально. А мне сейчас их двоих собрать, это их надо хорошо покормить, это их надо одеть. А все это, шайку-лейку это все собрать, это часа полтора мне сейчас надо было. Ну, не полтора, это я уже так, хотя с едой. По-моему, я лучше сама сбегну туда и обратно. Знаете, достаточно взрослая, чтобы за ним смотреть. Ну как? Условно. Но другой ситуации я не вижу. Еще и детей с собой тащить. Я действительно позвонила в лабораторию. Еще я вчера не знала, как мне лучше сделать. И я в ужасе того, а как люди это делают, от которых вообще нет возможности сдать эти анализы. Ну вот вообще никакой. Я выгребла все, что там могу на это потратить. Посчитала, сколько стоит анализы. Мне нужно сдать ферритин. Мне нужно сдать ореактивный белок. Я хочу сдать ему на глобулины МИДЖИ. Понять. Мне нужна печеночная и проба или я химию крови развернутая анализ крови. То есть это прилично. Короче, иду. Сейчас отчитаюсь вам. Пришла я с анализа. Противоречиво мне, конечно, чувство. Да, все в защитной экипировке, все нормально, все хорошо. Не снимала, потому что мне тоже было очень не с руки. Я была в двух масках, я была в перчатках. Я тоже старалась как-то со своей стороны защитить. Хотя это такая ерунда, на самом деле. Кто от кого может защитить? Господи, если бы я не сдала ПЦР-тест, я бы ходила везде, где могла бы. Я поехала в белую церковь в гости, как собиралась. Я бы к папе поехала в гости. Да. Еще с одним врачом вчера переписывалась вечером, уже перед самым сном. Знакомая моя, хороший врач. Она говорит, боже, 60 процентов бессимптом. Никаб. Потому всех тестируют перед госпитализацией. Потому что человек понятия не имеет, а он болен. А сколько мне подписчиков написала? Мы там работаем в детском саду. У ребенка, ребенок контактный, вообще совершенно бессимптомный. Всем сделали детям анализ. Трое детей из ковид, двое воспитателей. Никаких симптомов. Вы представляете? Я не для паники, а для понимания того, что все-таки 60 процентов переболеют легко. Как минимум 60 процентов. Вообще практически никак. Так вот, что меня смутило, все-таки какая же дебильная система с этим ковидом. Вот прихожу я в лабораторию. Кстати, в лаборатории ДНК никто меня никуда ничего не вносил. Майданы никуда не шли. Здесь, чтобы у тебя взяли на ковид, тебе надо заполнить документ, где ты разрешаешь разголошивать свои особости данные, то есть свои личные данные третьим особам. И за это никакой ответственности лаборатория не несет. Сама формулировка вас вообще не смущает? Я прекрасно понимаю. Это нам МОЗ. Это припасы МОЗ. Я понимаю, что МОЗ. Но это мое право. Это мое личное дело. Разглашать или нет? Ну вы же даете согласие. Я говорю, ну я не хочу давать согласие. У меня тут биохимия крови. У меня тут куча всего. Мало ли, что у меня здесь. Третьи особы. А никуда она не идет. Я говорю, подождите, я работаю 6 лет с договорами, ребят. Ну вот честно. Из них 2 года я работала очень плотно с договорами. И с огромными компаниями на миллионы и миллионы гривен. Любое слово важно. Если я написала, подписалась под этой бумажкой, в итоге я таки подписала ее. Потому что выбора мне никто не дал. Уже в итоге переругалась. Ну как переругалась. Они ни в чем не виноваты. Их тоже поставили в эти идиотские условия. Я подписываю этот документ. Ну вот он, например. И таким образом, что бы там ни было, они могут вот взять этот документ и передать, например, в виде бреда говорю. Моим соседям отослать, если бы я где-то работала на мою работу, куда угодно. Везде разослать? Это третьи особы. Мы перейдем только в МОЗ. Но здесь написано не только в МОЗ, а третьи особы. То есть любым людям, каким угодно, они имеют право расклеить билборд своими анализами и будут правы. Представляете себе? Это нарушение прав человека. Прямейшее. Потому что это медицинская тайна. И что бы ни было с моим организмом, какое бы там, что бы с ним ни происходило, я имею право держать это в тайне. Потому что это мой организм. И мое право не разглашать это. Даже если у меня COVID. Даже если у меня какое бы угодно было заболевание. Ребятки, ситуация доведена до дебильнейшего абсурда. Государство хочет знать статистику. Окей, что оно будет делать с этой статистикой? Хорошо, я попала в статистику. Дальше что? Я только что оплатила счет на 2800. Это те анализы, которые необходимы не по боррелиозу. Это исключительно то, что нужно сдавать по поводу COVID, чтобы понимать, что с тобой происходит. Ферритин, цирреактивный белок, коагулограмма. Еще там два показателя крови. Потом развернутый анализ крови тоже, чтобы посмотреть с лейкоцитарной формулой. Биохимия крови и печеночные опробы. Потому что я должна понимать, могу ли я дальше принимать еще один антибиотик, если у меня будет, например, пневмония. Допустим, сдала я это все. Это необходимые анализы с COVID. Необходимые. А если мне нужно сдать КТ, это еще где-то тысячи две. Ну, сделать КТ, например. Упустим тот момент, что большинство людей нашей страны даже приблизительно не могут себе позволить это сделать. Я, скрипя, огромными поршнями выгребла у себя все, что у меня сейчас было. Хорошо, что пришла зарплата от YouTube. Она небольшая, но вот мне как раз ее хватило на одни анализы, на вторые анализы и еще осталось на следующие. Но мне же надо еще какую-то еду детям покупать, правда? А еще в конце месяца надо оплатить квартиру. Одну и вторую. Ну, нашу, которую мы снимаем. И мама, которая живет. Еще же есть какие-то счета по телефонам и так далее. Я не исчезненную. Я просто как факт. Как человеку выжить? Блин! Это, конечно, пуки в вечность, вот эти мои крики. Но, блин! Слава богу, что я могу сделать этот анализ. А другие? Просто на авось надейся и жди-сиди. Кошмар. Так вот, я заполнила такие-то все, потому что иначе они никак не берут. Я перезвонила еще в две лаборатории, которые рядом со мной. Я знаю лаборатории, которые ничего не вносят, но туда надо ехать. Я не хочу общаться с таксистами, я не хочу ездить в общественном транспорте. Но, ребята, я так... Вы бы видели, как я шла по улице? Такой траектории у меня не было никогда. Я переходила все дороги 300 раз неправильно, чтобы не пересекаться нигде ни с какими людьми. Я на улице ждала, пока была полностью пустая лаборатория. И мне повезло, на самом деле повезло. Потому что как раз все ушли, я сдала все, вышла и пришли люди. Моя совесть хотя бы чиста. Я и назад такими... Очень сложно не пересекаться с людьми. И я поняла, о чем говорили люди, с которыми я сейчас переписываюсь в группе по коронавирусу. Они говорят, каждый человек, который... Я говорю, мне надо мусор вынести. Говорят, выносите мусор. Ну как же, там же люди. Каждый человек, который выходит на улицу, понимает, что он в зоне риска. Он принимает это как факт. Он может с кем-то пересекаться. Я шла и смотрела, люди совершенно... Никакой дистанции не придерживаются. Я проходила мимо Сабеза. Стоит огромная толпа пенсионеров. Среди них какие-то мужики, какие-то женщины. Они стоят нос к носу, вот так. Ну блин. А среди них уберем 60% бессимптомных. Но среди них может быть несколько человек запросто. Понимаете? Ситуация капец какая дурная. И вот это же самое государство. Но внесло оно меня в эти данные. А дальше что? Потом мне надо будет доказать, что я не олень. Что я уже выздоровела за свой же счет. Сдав опять же минимум за 1200 гривен анализ на COVID. Либо же сдать его где-то в государственную лабораторию. Но буду ждать результат еще неделю. И по сути я не могу никуда выходить, ни работать, ни с кем-то контактировать. Даже будучи здоровым человеком. То есть... А я вам говорила, да, что на КТ записаться можно только аж на следующую неделю ночью. Ну либо срочно, но за двойной тариф. То есть 5000. КАПЕЦ! Это просто абсурд! Да, конечно же, я потом просто сделаю тест. Тем более 5 числа нам нужно сдать тест Настюхе. У нее конкурс 10. Но я не знаю, если у меня будут высокие титры антител М и низкие G, она все равно в зоне риска, даже если у нее будет отрицательный ПЦР. И отправлять ее к Татьяне Николаевне, отправлять ее на конкурсы будет куча детей и куча старых педагогов. Но это по меньшей мере глупо. Если у меня будет положительный тест, она, к сожалению, не будет участвовать в конкурсе, который она ждала полтора года. Пока я не говорила об этом, потому что она же готовится, она же каждый день играет. Ой, ребятки, простите за такие долгие трендежи, но у меня накипело кошмарно. Я прям... Выхода никакого же нет. Все вовлечены в это все. И я вам скажу, что это все, хрня, будет длиться очень долго. Потому что сколько же бабла зарабатывается на всех этих анализах, на этой панике, на переживаниях. Огромнейшее количество. И люди поставлены в такие условия, что они вынуждены сдавать эти анализы. Им придется это делать постоянно. А на этом зарабатывают деньги. Я уверена, что этот тест, который я только что сдала за 1200 гривен, по факту обходится в гривен 100. Все остальное просто красиво кладется в карман. Потому что это сейчас тренд. И все сдают. Года два еще будет колотиться, пока людям уже не надоест, и они уже не переболеют. И дальше уже просто... Ну, будет абсурд это все продолжать. Простите за мои нервы. Ну, я сейчас понимаю, что мы все заложники абсолютно дурацкой ситуации. Пошла я звонить Шишковской, придет врач. Еще ей пожалуюсь. Да побухтю. И детей пойду кормить. Они у меня еще не завтракали. Мать тут нервничает. Любимый завтрак моих детей. Главное, чтобы здесь был авокадо, и все прекрасно. Это, Коля говорит, облака. Я просто ее отвариваю, и все, и мы ее едим. Любительская колбаса. Настя любит. Я тоже, на самом деле, люблю. Куда мы едем? Яичницу. Куда мы едем? Мы еще долго никуда не едем, котик любимый. А. Угу. С приятного аппетита. Садись кушать, пожалуйста. Что ты сразу начал шноны снимать? Я не могу понять. Открывай. Тебе будут слушать, если шноны снимать. Сейчас открою. Фаренгит. Вот закрываем. О, прелест. Уйди, смотрим. Ухи грязные, наверное. Не должно быть. Я давненько что-то вспомнила, что я их начисто. Но так и должно быть. Не, 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 так и должно быть. Все, все. Ну, не выпадает и хорошо. 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 Это у нас тоже ухо было, да? Или это? Ну, я уже не помню, какое там ухо оно. Нет, это отлично. Ну, еще разочек это солнышко. Я не помню, какое у нее ушко болело. Мне кажется, это я всегда с этой стороны. Угу. Знаете, тху-ть-ху-ть-ху. Беш-менш. Замечательно. А в горлышке чуть-чуть что-то есть. Да, зернистость по задней стенке, отечность. То есть, фаренгит. То есть, что-то уже есть. Тут цепанули, могли. Становись, пожалуйста. А, я уже... Это мы оставим за кадром. Эти все оголения. Да. Иначе. Дышим. Ага. Ага. Глубоко, Настюш. Еще. Еще. Луничка. А теперь отдохни немножко. И сильный вдох, резкий выдох. Отлично. Так, садись. О, у меня еще одно развлечение появилось. Пульс-оксиметр. О, боже. Так. Или компьютер на палец. Это если мальчикам. А для девочкам говорю. Это крокодильчик. Он у меня еще сегодня не кушал. Честно. А, я знаю крокодильчик. Пульс-оксиметр. Ничего интересного. Не буду вас никак вас не удивить. Интересно, что у меня. Она думает, что у меня тоже должно быть нормально. Сейчас он подумает. Она немножко глубоко подышала. Это нормально. Сейчас пульс более вариабельный. Он начнет выравниваться. Плюс у детей пульс чуть быстрее, нежели у взрослых. Поэтому цифры 100 мне не пугают. Это норма. Сатурация 97. Тоже норма. Ну, давайте. 97, 97. Хорошо. Отлично. Следующий. Коля, иди сюда. Как дела? Здравствуй. Чего болит? Ничего. Ничего. А у меня новая игрушка. Ничего. Смотри. А ну, давай. Ты же уже знаешь. Крокодильчик такой. Нажимаешь сам на кнопку. Сам нажимай. О, молодец. Сейчас посмотрим. Ты цифры знаешь, Коль? Да. А цифру 9 знаешь? Я только знаю 3. Три цифры. А сейчас будет... О, сейчас будет цифра 9. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас он подумает. Сейчас. Это не его цифра. Сейчас. Посмотрим. О, думай. Думаю, думай. Да. Ну, компьютер. У папы есть компьютер? У папы есть компьютер? О, он даже у него большой компьютер. Большой, а у меня маленький. Видишь, у меня маленький. Не игрушечка такая, а крокодильчик. Он только цифры показывает. А папин компьютер мультики показывает? Да. Мы вчера смотрели. Вот, какой папа классный. Мама скрыть, завтра борьбоски. Ага, борьбоски. Ну, вот так классно. Сейчас, сейчас, сейчас. А ну, сейчас. Думает. А давай вот этот большой пальчик, а то этот он. Оп. Оп. Вот так вот. Коля иногда подкашливает, иногда таким сухим кашлем, но редко, очень редко, когда они напрыгаются, нагаляются. Я иногда, когда тут хожу ночью, то... А когда я хочу сам сносить, мне что-то видно, какого-то звука, например, пинковые гуси. Пинковые гуси. Пушистые. Пушистые. Вырос он, видите? Очень. Все, молодец. Кабачок. Так, теперь горлышко покажешь мне. У него язык... У него язык вообще. Так, только поднимай голову вверх, как птичка, и сам говори. У него был абсолютно язык вообще. Хорошо, красивый язык, ничем не обжигал. Ой, кстати, он был такой обложенный 2 дня назад. Прячь, прячь, прячь. И такими прям пятнами-пятнами. А у него как горлышко? Норм? Норм. Потому что у Насти слабое место это уши горла, а у него бронхи. Ну, вы же всех знаете, господи. Я очень хотела посмотреть. Ухо, 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 ухо. Отлично. Вы школе с рождения ведете, а Насти лет 4, да? Где-то так. Где-то так. Да, ну, все. Тоже на обструкции познакомились, помните? Отлично. Я уже не знаю, сколько у меня подписчиков у вас тоже наблюдаются. Очень многие пишут. Ну, все очень довольны. И это приятно. Слушаем? Слушаем, Пуп? Ну, давай. Ты кушал сегодня? Да. А что кушал? Что кушал? Мама, приготовил золото-авокадо. Но потом было зеленое. Авокадо. Авокадо и язницу. Ага. А давай, ну, послушаем, как там авокадо пожевает в животе. Сейчас. Ой. Ой. Авокадо говорит. Привет, привет, Коля. Ой, мулькает авокадо. Да. Буй, 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 буй. А теперь, Коля, сильно-сильно дышим. Хорошо. Еще. Еще. Лучки давай, неси. Хорошо. Стоп. Спинка. Страшно сопротивляется, видите, ребеночка? Спиночка. Настя, шар поет. Он прекрасно все соглашается. И сильно-сильно. Кротиком. Как птичка. Давай, дышим. Сильно. Вот умничка еще. А молодец. Наташа Васильевна пришла. Еще одна, Колечка. Сильно дыши. Хорошо. Ой, так сильно. Так, смотрите. Обструкции нет. Только отек верхних дыхательных путей. Немножко-немножко есть зернистость и воспаление по задней стене. Ну, в принципе, все. Нормально. Голос увлажняет. А я здоровый. Голос его. Осипший у него такой практически всегда. Вот. Потому что я помню прошлый раз, и тоже, когда у него сразу как-то присел, тогда это его вариант нормы. Да, он у него не меняется практически, какой он больной, здоровый. Он всегда вот такой низкий у него, сипловатый, своеобразный. Привет. Да, тембр. Все, теперь будем. Пока все. То есть даже... Ингаляция, ингаляция. Принеси слоника. А я здоровый человек? Да. Только леденцы какие-нибудь вкусненькие, мама там тебе... Да, что-нибудь поцеплю. Слушай, это здоровый человек. Скорее всего, они цепанули, но оно у них вот так вот и проходит. Мама здоровый человек. Очень может быть. Мама вчера сказала, пиццу, потом... Папа принес суши, сейчас все расскажет вам. Мама здоровый человек. Ты вот такой, вот такой здоровый. Все. Маму уже послушали, маму посмотрели. По маме расскажу потом все, что мне скажет врач. Сейчас посмотрим, что нам скажет прибор. Ну, как говорят в Одессе, не дождетесь. Вообще огонь. 98 сатурация прекрасна. Дышу я, как молодая. И сердцебиение нормальное. Ну, температуры нет, поэтому... Оно более вариабельно. Ну, понятно, я разговариваю, дышу. Да, да, да. Поэтому это нормально. Ну, 98 это хорошо. Да, ну, вот оно стабильно, то есть оно может колебаться тоже. Оно вот стоит на месте. Так что... Ну, ничего. Терцебиение колебается, а сатурация ровная. Будет у нас маленькое объяснение по поводу пневмонии, чтобы была... Чем отличается пневмония ковидная от бактериальной, скажем так? Когда... Вот это у нас альвеола. Альвеола это функциональная часть легкого, где происходит газообмен. Вот когда воздух сюда попадает, да, вот сюда, вот здесь, вот здесь происходит газообмен. Кислород. Кислород у нас сюда. Сейчас, сейчас. Я что-то попытаюсь. Чтобы было понятно. Так, значит, кислород у нас заходит, заходит в организм, а уходит в СО2. Углекислый газ, да. Так. И вот какая происходит проблема. Вот в этом месте, да, ну, скажем так, попадает бактерия и возникает отчек. Отекает слизистая. Ну, давайте вот на этой покажем. Вот, вот на этом. А так как это бактерия чаще всего, то здесь есть эффективен прием антибиотика. Поэтому здесь вот эта бактериальная пневмония предполагает лечение антибиотиком. Чем, чем отличается ковидная, так называемая, пневмония, это не совсем пневмония. Что-то похоже на фиброз, кто-то говорит, да. Это когда, вот, альвеола, а здесь есть кровеносные сосудики, куда приходят, вот так мы, да, вот так. Вот здесь эритроциты, которые несут, сюда несут СО2, а сюда уже когда произошел обмен, несут О2 кислород. И вот возникает воспаление не вот в этой альвеоле, а возникает воспаление вот в этой части сосудики. И вот эти эритроцитики, они начинают слепливаться, скажем так, образуются такие маленькие тромбики. И терапия в лечении ковидных пневмонитов, да, направлена на разжижение крови, на устранение вот этого процесса. То есть сами альвеолы, они, по сути, функция их не нарушается, они также и работают. Хотя бывают при этом, бывают как осложнённые и бактериальные. Да, для этого врачи назначают определённые обследования, чтобы определить, это у нас чистая, чистая вирусная или всё-таки она осложнённая антибиотика. Или у нас цирреактивный белок уже валит или ещё что-то, да. Вот почему вначале, когда люди узнают о том, что у них подложительный ТЦР, да, ковид-инфекция, и они начинают кушать антибиотик. Антибиотик здесь, в этом случае, неэффективен. Ну да, когда тут нету бактериальной, тут чисто. Плюс он убивает те бактерии, которым вы уже имеете местный иммунитет. То есть это такие дружные соседи. Ну да. Вы их выгнали, а на их место обязательно придут другие соседи, которые не совсем к вам дружны, у вас ещё нет иммунитета. И тогда приходится принимать более сильный антибиотик. Поэтому антибиотикотерапия только после назначения консультации врача. Это важная разница. На данный момент у меня не слышится ничего такого страшного, да? Нет. Нет. А эта боль в бронхах у меня может быть? За счёт отёка слизистой. То есть воспалительный процесс слизистой. Но у меня отёчное там видно, это да. Да, имеет место. И вот эти пневмониты, они, как правило, не слышатся в трубочку. Вот что когда говорят, о, ликарь нас недослушал, а там у нас такой ужас ужасный творится на снимочке. Это немножко другая физика прохождения. Тут никаких изменений. Может быть немножко ослабленное дыхание. Но это всё индивидуально. Понятно. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Ну и всё на связи. Спасибо. До свидания. Какой же прекрасный врач. Ребятки, если вы в Киеве, особенно если вы на правом берегу, вы мне можете написать в Инстаграм, я дам контакт. Если у вас есть детки, вам нужен педиатр. Потому что, ну, она чудесный врач. Вы сами видите, да? Дети вообще. Коля, который стеснительный. Натаса Васильевна, Натаса Васильевна. Всё, дал послушать. Итак, резюме по нашей встрече. У меня ковид, да. Господи, прости. Я ещё думать, я думала, что нет. Ну, конечно же, да. Пневмония, как вы понимаете, как сказал же Наталья Васильевна, она не слышится. И у меня сильный отёк бронхов. Бронхиальная ткань здесь. И в горле, и везде. Вот всё полностью отёчное к собакам. Лечения этого никакого нет. Пройдёт со временем. Пить надо столько жидкости при этой дряни. Как говорит Наталья Васильевна, до уписывания. То есть пить, пить, пить и ещё раз пить. Чайник заварила огромный чай, выпила. Заварила следующий. То есть не простаивать. Пить постоянно. Любую. Воду, чай, заваренные травы. Всё, что угодно. Но очень много. Чтобы разжижать кровь. Что ещё? Если у меня первые симптомы были 21 числа, то я уже на пути к выздоровлению. Потихонечку. На что обращать внимание? Насильную одышку. Пока я её не замечаю за собой. Потому что я могу вдохнуть. Даже я достаточно быстро шла аж домой. Я не захэкалась. Хотя я разговаривала по телефону с мамой. Обращать внимание на частоту сердцебиения. Потому что отслеживать частоту дыхания у себя крайне сложно. Ты можешь этот процесс контролировать. И надышать себе всё, что ты хочешь. А сердце уже как бьётся, так бьётся. Если вдруг вроде и дышишь нормально. Чувствуешь себя ничего. А сердце тарабанит и тарабанит прилично. Вот тут надо уже разбираться. Вызывать врача. Мерить эту сатурацию. Понимать, что происходит. Сатурация у меня хорошая. Оба, Настя и Коля, однозначно заразились. У них процесс намного острее, чем у меня. Но в каком плане? Свежее. И у обоих. В горле это видно. Но если бы сейчас я разговаривала тише, то было бы слышно, как они ржут, горцуют, орут и гоняют в той комнате. Ну и хорошо. Наблюдать. Пить витамины. Не заставлять кушать, но следить, чтобы не были голодные. Бананчики, авокадики и прочие удовольствия жизни. Сладенькое, с углеводиком. Вот и всё лечение. Направление на КТ мне оставил врач на всякий случай, чтобы оно было у меня. Вот, собственно говоря, и всё. Всё в процессе. Всё планово. И на КТ тоже ничего писать не буду. Единственное моё назначение – витамины и пить. Всё. Порассказывал мне много разных историй про разных пациентов. Ну, не называя имён и вообще никаких ориентиров. Просто как факт, как люди болеют. Интересно, что некоторые семьи, возможно, есть какая-то белковая зависимость. То есть к одним людям цепляется он легче, к другим нет. Возможно, когда-то будут исследования, которые это подтвердят. Но пока что в одной и той же семье. Два человека болеют, три человека даже не рядом. Один тяжело, все остальные заразились, но вообще бессимптомно. То есть вот никакой логики нет. Наталья Васильевна каждый день ездит на вызовы. По три, по четыре вызова. Я говорю, боже, вы вообще не боитесь? Она говорит, слушай, я приезжаю или она говорит в какую-то семью. Я говорю, ой, Наталья Васильевна, мам, не успели даже сказать. Только что пришёл положительный тест. Я говорю, здравствуйте. Ну, хорошо, давайте я вас осмотрю. И так каждый день. Вот уже сколько месяцев. Она не была, не общалась с своими родителями уже около года престарелыми, чтобы не подвергать их опасности. То есть тут ужасно дебильная ситуация. Поговорили мы по поводу того, что сколько денег в этом крутится. Никакие эти деньги не идут в ковидные фонды. Никто не защищает врачей. Никто не даёт им никаких гарантий. Это просто... Короче, хватит уже об этом. В общем, выздоравливаю я. Буду выздоравливать. Вот я в процессе сейчас. Дети тоже. Только так и не иначе. Надо всё-таки перестать страшно харцевать. Надо давать себе возможность полежать. Всё-таки. Заварю-ка я сейчас себе свой чай. Это состав чая, который я себе делаю. Чабрец, бузина, шалфей, шабле и шиповник, шипшина. Вот, заварила. Сейчас буду его пить. Пить надо много с этой дрянью. Ох. Ну, я люблю чай. Что я вам могу сказать про своё лечение? Селен, витамин Е, витамин С. Это детям витамины купила. Цинк. И витамин Д. В принципе, это всё. Кишечную флору я поднимаю пока энтеролами. У меня ещё каплика, по-моему, хилак, форты. Остальное – это мои лекарства от боррелиоза и поддержка организма. Многенько, да? Ну, видите, по самому ковиду ничего такого специфического или страшного. Как правильные педагоги воспитывают детей? Нам Лариса Дмитриевна, Настин педагог, принесла Настин книги. Это от моей одноклассницы Леры. Лера, передала. Спасибо тебе, если ты смотришь. Привет. Да, Настя сегодня в платье ходит. Да. Боже мой. А Тони тоже есть у нас. Так, смотрим. Письмо. Ты скажешь? Котик. Котик, спасибо, Тонечка. Это приятно. О, боже. Андрюха нарисовал твой кота. Прикольно, круто. Так. Спасибо большое. Боже, зайчики мои хорошие. Спасибо вам. Всё будет хорошо. И Миша нарисовал. Настю, скоро выходит из изоляции, мы без тебя самому. Мы все будем ради, когда ты приедешь. Кто приедет? Вот и приедешь. Спасибо большое, Леречка. Всё будет хорошо. Мы вылезем из нашей изоляции, и всё будет нормально. Так, я помню. Михаил, это видно. Ну, приятно же. Понимаете, ну вот так надо воспитывать деток в школе. Как прикольно. Круто. Настя, а зачем ты одела платье? А, потому что мы разговаривали по скайпу с бабушкой. Я там нашла такой фильтр, что типа слабок. И я такая одела платье. Дурилка. Ты цепи, Нать. Ты цепи, Нать. Да. Я. А что ты цепляешь ему? Папа, ну, потому что он собака какого-то, да. Ты собака? Да, я буду. А как тебя зовут собака? Не знаю. А быстро придумай. Вульвиз опять? Нет. Скажи, Настя. Джек. Меня зовут Сань. Я буду собакать. Я буду. Что еще надо брать? Как тебя зовут? Скажи. Скажи. Джек. Меня зовут Джек. Я собака. Пойдем, Джек. А кто я? А ты собака, ты умеешь гавкать? Да. Гавкай. Все понятно. Понимаете? Одноклассники, не удивляйтесь. Это у нас каждый день. Я думаю, у тебя, у кого есть младшие братики или сестрички, не удивляются ничего. Я Аню понимаю. Мне кажется, у нее такое сорок было. Настенька, пожалуйста, сядь делать уроки, зайчик мой? Сядь, сейчас. Да, конечно же. Да, конечно же. Я уже прям вижу, как ты садишься. Коля, а что ты спрашивал меня? Я хочу покоить с бабушкой. А что ты спрашивал про моржа? Потому что отдали его на мясо, которое мы сзади. И он там, его, им, там его все равно дали собакам. Они были белые. Это гончие собаки на полюсе, охотник убил моржа, да? Да. А ты считаешь, что это неправильно? Неправильно. Почему? Да, но потому что, когда ловлю, написано, не можно. А что, кого можно ловить? Только рыбок. Вот, кого можно ловить. А моржа? Нет. А чем собак кормить? Рыбками. А моржами? Можно кормить собак? Нет. И только их можно словить и дать акулам. Кого? Моржа акулам отдать? Да. Зачем? Можно, чтобы покусать. Они же, когда они голодные, они хотят кусать. Они сами могут поймать себе моржа. Это же в дикой природе вы уже насмотрелись, да? Как акулы моржей ловят. Господи Боже. Что случилось? У тебя змея? Я не знал, как называется это зеленое. А как оно называется? Не знаю. Какая-то дюдюка. А я не знаю, как. А это уж? Да. Бывают змеи лузы. Но бывают же. Змеи лузы, бывают зеленые, кремовые. Это такие бывают змеи. Кремовые. Но это зеленые. А у тебя кто, гадюка или уш? У меня гадюка. Уш. Можем принести. У меня усь. Сейчас принесу. Господи Боже. Как его уложить спать? Мне надо поубирать. Мне каждый день вот это надо поубирать, ребята. Потому что тут каждый день капец и армагеддон. Везде. Да. Что тут происходит? У нас ходит апиасий змеи. Ифи лампу принес. Боже мой, Коля. Короче говоря, у нас тут змеи. Называются дети, которые пересмотрели над Гео Вайлд и... Виосад Нейчер. Да. Называются дети, которые... У вас еще пять минут на это. Хорошо. А что? Девять часов. Коля спать? Да. Хорошо. Так. Еще пять минут, можете поиграть. Ой, там Коль. Рассматривают змеи, потому что они дикие и их кусали, говорят. Да, дети, которые смотрят над Гео Вайлд, страшные дети. Понимаете, какие страсти по моржам. А я нормально себя чувствую сегодня вечером. Я поубирала, помыла посуду, что-то еще постирала. Потихонечку-потихонечку разгребаю то, что планировала. Все будет хорошо. Вот просто думайте о хорошем. Выдыхать, делать то, что можешь делать и ждать. Я жду до шестого числа. Шестого числа меня должны выпустить из заточения. Надеюсь, дети не разболяются, мы будем свободны и все будет хорошо. Сейчас самое важное, чтобы бабушки не заболели. Я очень надеюсь, что... Нет, не так надо говорить. Самое важное, пусть бабушки будут здоровы. Вот. Пускай все будет хорошо. А я сделаю то, что я делаю каждый день. Но вам пока говорю. Пока-пока. До встречи. Завтра и спасибо за поддержку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok